Добрый день, дорогие зрители телеканала Уллправда ТВ. Меня зовут Дарья Судрева. Сегодня у нас в гостях заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Ильяков. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Рад вас видеть. Здравствуйте, жители Ульяновской области. Очень рад вас видеть. Сегодня основная наша тема – это 2019 год, итоги работы и, может быть, планы на 2020 год. Вот год завершился. Какие, может быть, проекты самые основные вы можете для себя отметить? Да, Дарья, действительно, 2019 год закончился. Есть возможность уже проанализировать. На самом деле, я могу сказать, что благодаря слаженной совместной работе органов государственной власти, органов местного управления, правоохранительных органов, мы не допустили каких-то чрезвычайных ситуаций по различным направлениям, не допущено террористических и экстремистских акций и преступлений на почве межнациональной розни и так далее. Уже можно констатировать. Что касается статистики, если говорить языком цифр, то в целом количество зарегистрированных преступлений у нас снизилось на 4%. Казалось бы, цифра не очень большая, но в структуре преступлений я могу констатировать, что на 38% снизилось количество разбойных нападений, на 29% грабежей и краж чужого имущества, снижение произошло на 15%. В том числе на 10% меньше совершено уличных преступлений. Я бы мог продолжать. В целом не все благополучно. Конечно же, за каждым преступлением стоит судьба человека. Но в целом можно констатировать, что здесь очень большую роль играет именно губратор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов, которая возглавляет все Координационные советы. Это комиссия антитеррористическая, антинаркотическая, по профилактике правонарушений и так далее. И очень много инициатив идет именно от губернатора. Поэтому, что касается социально значимых таких проектов, которые взяла на себя региональная власть, я бы хотел отметить прежде всего то, то, что регион делает касаемо пожарной безопасности. Может быть, кто не знает, у нас более полутора тысяч человек в ежедневном режиме, 99 пожарных частей у нас и один пожарный пост заступают и несут свою трудовую вахту. Для обеспечения безопасности 87% территории Ульяновской области и 27% населения. То есть регион взял на себя определенные финансовые затраты для того, чтобы содержать профессионально подготовленных пожарных спасателей на территории в основном сельской местности. Потому что у нас очень большая территория и необходимо, чтобы каждый житель чувствовал себя в безопасности. Я могу сказать, что мы охватываем порядка 97-98% населения и территории. И вот хотелось бы, чтобы в этом году мы окончательно завершили именно охват, стопроцентный охват территории, который покрывает, скажем так, вопросы безопасности. в плане пожарных частей. Что касается проектов, которые сейчас очень важны с точки зрения безопасности, я бы назвал это построение системы обеспечения вызовов по единому номеру 112. Это в соответствии с указом президента. В каждом регионе необходимо на всей территории запустить так называемую систему 112, чтобы понятно было жителям. Каждый житель Ульяновской области и прилегающих территорий может позвонить и в течение времени, более короткого, чем сейчас все это происходит, на 10-20% получить профессиональную помощь. Если упростить ситуацию, то сидит диспетчер, получает информацию и в автоматическом режиме сбрасывается информация уже параллельно в МЧС, МВД, во все сопутствующие структуры. Если раньше практически в ручном режиме это необходимо делать, то сейчас именно в автоматическом режиме и уже система контроля, система отчета времени и так далее. Все это, с одной стороны, технически усложняется, с другой стороны, это упрощается. Именно в системе контроля можно проконтролировать, как человек получает помощь в той или иной ситуации. Кроме этого, я бы хотел отметить эту систему видеонаблюдения. Именно то, что видеокамеры у нас устанавливаются в общественных местах, на объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта. Я не беру сейчас сегмент видеофиксации, это совершенно другое направление, это тоже очень важно. Именно беру во внимание, когда устанавливаются камеры, именно согласованные с органами МВД, места мы определили, и установлены камеры для того, чтобы мониторить ситуацию, отслеживать ситуацию. Информация у нас хранится порядка 30 суток, ну не порядка, а 30 суток. И всю данную информацию в качественной картинке можно получить в той или иной ситуации. Я хочу сказать, что органы МВД и различных проектных структур очень активно пользуются данной информацией. И то, что у нас снижается уличная преступность, во многом заслуга того, что преступники же не глупые люди, они понимают, что в той или иной ситуации они засветились, и уже можно будет как доказательную базу использовать данную картинку. Мы вообще сейчас работаем над тем, чтобы у нас не было мест в регионе, которые не охватывают именно камеры видеонаблюдения, для того, чтобы в конкретной дате, в конкретном времени определить, что тот или иной человек, уже подозреваемый, скажем так, передвигается, и маршруты его передвижения. На сегодняшний день у нас установлено 8,5 тысяч камер. Это очень большая группировка камер на 1450 объектах. Мало где в России и в соседних регионах именно такое количество камер, потому что, допустим, в Волгоградской области на всю область 900. Я не говорю, что это плохо или хорошо, просто у нас позиция губернатора, и в целом, я думаю, населению это понятно, что вопросы безопасности, они должны быть постоянно. Совсем недавно мы проверялись большой комиссией МВД, и в части видеонаблюдения нам было конкретно сказано, что на момент проверки все видеокамеры работали, все видеокамеры в рабочем состоянии. Сейчас мы очень активно работаем над тем, чтобы помимо того, что качество картинки соответствовало той доказательной базе, которая необходима, еще камеры с отождествлением лиц. То есть забивается лицо, которое или в розыске, или еще где-нибудь, или без вести пропавший, или в той или иной части города, мы видим это лицо, и мы уже можем отождествить. То есть очень много всего, и сейчас очень важный момент. Мы работаем над тем, чтобы интегрировать камеры, которые стоят в торговых центрах, то есть собственники, люди, которые занимаются бизнесом, не все, конечно, но основная масса проникаются в ситуации, и мы в общей базе сейчас интегрируем, чтобы был прямой доступ, и мы могли в короткий промежуток времени обладать той информацией, которая сейчас будет снята с видеокамер. Я думаю, что к 2020 году мы выйдем на показатели порядка 15 тысяч камер, которые интегрированы в общее пространство, скажем так, которые помогут работать правоохранительным органам. Это заслуга региона, большая заслуга региона, потому что регион берет на себя именно финансовые обязанности, помимо того, чтобы установить, необходимо еще технически обслуживать. Вопрос очень серьезный, с технической точки исполнения, и в то же время он очень важный. Я думаю, что никого не нужно убеждать, насколько это важно. Ну вот продолжаются новогодние праздники. По традиции развернута в это время большая программа противодействия и терроризма, и экстремизма, и вообще охрана правопорядка. Вот расскажите, как сейчас идет работа, и какие меры предприняты? Да, Дарья, совершенно верно. У нас работа началась с начала декабря 2019 года. Во-первых, мы уже к середине декабря знали, сколько мероприятий у нас в регионе, в городе Ульяновский, в городе Димитровграде будет проводиться. Кто ответственный за это мероприятие. Каждое помещение, где будут проводиться мероприятия, обследованы. То есть мы получили заключение МВД, МЧС на возможность проведения мероприятий. Кроме этого, в соответствии с регламентами и приказами обеспечено количество сотрудников МВД. И, соответственно, сотрудники МВД тоже определяют то количество, которое необходимо добровольных народных дружинников. То есть у нас задействованы и сотрудники МВД, и сотрудники Росгвардии, МЧС, добровольных народных дружин, добровольных пожарных. Я могу заверить, что ни одно мероприятие у нас не проходит без присутствия компетентных лиц в плане вопросов безопасности. Но если сказать откровенно, то я проводил совещание в присутствии всех сотрудников правопроводительных органов, сотрудников, ответственных за вопросы безопасности Министерства и ведомства Ульяновской области. И мы все это свели воедино. У меня очень большой такой достаточно информационный блок, где я уже могу сказать, в какой части что проводится, и кто у нас присутствует. Поэтому здесь цифры говорить, я не знаю, насколько это будет корректно, хотя у меня цифры есть. В целом создан резерв у нас, у нас есть резерв на случай определенной ситуации. И могу сказать, что в первые дни отдыха, новогоднего отдыха и проведения праздничных мероприятий, у нас не допущено каких-либо эксцессов, связанных именно с проведением массовых мероприятий. То, что происходит сейчас, есть поножовщины, тяжкие телесные повреждения в различные дни, но это бытовое. Это в основном бытовое. В квартирах между родственниками, между знакомыми, при употреблении спиртного и так далее. На улицах в целых, я еще раз говорю, при проведении массовых мероприятий не допущено. Вот вы упомянули уже народных дружинников, я знаю, что уже несколько лет работают в Ульяновской области. Расскажите, насколько эффективен вот этот вот институт народных дружинников? Знаете, очень сложно сказать, насколько эффективно. Вопрос можно по-другому сформулировать. То, что у нас снижение из года в год именно количества преступлений, в общественных местах, на улицах и так далее. То, для чего созданы дружинники на массовых мероприятиях, именно по инициативе губернатора, это говорит об эффективности. Даже сейчас ситуация касаемо снюсов. То есть, получилась ситуация, что мы поняли, насколько опасно это вещество. И в течение праздников у нас добровольные народные дружинники занимаются проверками, в том числе мест возможной продажи данных снюсов. Но вообще у них очень серьезный круг обязанностей, помимо того, что они совместно с сотрудниками полиции патрулируют, обеспечивают безопасность при проведении массовых мероприятий. Это еще проверка неблагополучных семей, несовершеннолетних, которые нуждаются в определенной контроле и так далее. Поэтому я считаю, что когда даже с профилактической точки зрения, я вчера буквально на площади, на соборной площади, на улице, я вижу отдыхающих, я вижу и сотрудников ДНД, которые патрулируют определенные профилактические меры, чтобы ни у кого не возникало желания в нарушении общественного порядка. У нас перед каждым выходом сотрудник ДНД проходит инструктаж в районном отделе внутренних дел, и после проведения рейдовых мероприятий или дежурства идет отчет, чем занимался ДНД. Я считаю, что это очень важно, и наряду с системой видеонаблюдения очень эффективно. На самом деле мы корректируем, допустим, ситуация была по школам, мы корректировали маршруты патрулирования. То есть это все очень мобильно, и еще раз говорю, регион оказывает посильную и очень серьезную помощь сотрудникам внутренних дел именно в обеспечении правопорядка. В 2018 году из областного бюджета было выделено 38 миллионов на содержание, именно на обеспечение деятельности добровольных народных дружин. Я считаю, это очень серьезная цифра, и регион действительно на себя берет эти полномочия. Посмотрите, если видеонаблюдение взять, систему 112, добровольные народные дружины, достаточно такая серьезная цифра получается в плане той помощи, которую регион оказывает, скажем так, правоохранительному блоку. Мы уже затронули тему СНИУСов, горячая тема последнего, наверное, полугодия 2019 года. Расскажите, какая работа сейчас проводится в данном направлении, в том числе вы уже сказали, что и народные дружинники в эту тему вовлечены, проводят рейды, вот как в данном теме. Я хочу сказать, что губернатор сразу, когда появилась информация, что это такое СНИУСы, на самом деле информация появилась в конце 2019 года, было проведено несколько заседаний рабочих групп Совета безопасности, на координационном совещании рассматривались вопросы, одновременно велась разработка законопроекта о запрете продажи СНИУСов и их аналогов на территории Ульяновской области и нашего региона. В целом, я хочу сказать, что в начале, во второй декаде января на заседание законодательного собрания будет принят закон, именно о запрете продажи. Параллельно мы работаем над тем, чтобы протоколы, административные протоколы, составлялись сотрудниками МВД. Для этого мы готовим пакет документов для соглашения между нами и МВД, чтобы сотрудники МВД составляли. Это очень важный момент, потому что запрет запретом, но необходимы еще определенные санкции для тех, кто занимается продажей. Я могу сказать, что представители крупного сетевого бизнеса, такие как Магнит, Гулливер, заверили нас, что в продаже у них нет, мы занимаемся мониторингом ситуации, но хочу сказать, есть другой пласт, это мелкие, скажем так, торговые ларьки или торговые места, которые, возможно, не поняли еще, насколько все серьезно. И поэтому сейчас главная задача именно заниматься этим вопросом. По решению гибратора я возглавляю рабочую группу по данному направлению деятельности, поэтому мы собираем информацию. Еще раз говорю, у нас и общественники занимаются, сейчас Роспотребнадзор, МВД занимаются именно вопросами выявления. Я уже не буду говорить плановые проверки, внеплановые проверки, это уже сам по себе механизм, ДНД, общественность. И посыл очень серьезный, потому что самое главное не допустить, чтобы ребенку был допущен вред здоровью. Вы знаете, в ходе работы по этому направлению такое ощущение, что, конечно, не все родители понимают опасность, что такое СНЮС. Не все родители. Вроде это не наркотик, вроде не запрещено, но на самом деле, когда большая доза того же никотина попадает в организм ребенка, неизвестно, каким последствиям на перспективу или сейчас для растущего организма ребенка будет это вещество. Поэтому я считаю, губернатор в целом и вообще сейчас в стране абсолютно правильная позиция, чтобы оградить наше подрастающее поколение вот этой заразы. Еще одна тема, которую хотелось бы сегодня обсудить, это парковочное пространство, тоже в 2019 году обсуждалось и в законодательном собрании тоже. Расскажите немножко про это подробнее, какая работа была уже проведена. Я хочу сказать, что до 2019 года практически никаких нормативных актов по данного рода деятельности на территории региона не было. Мы изучили опыт ряда городов, такие как Белгород, Рязань, Тюмень, Казань и так далее по созданию единого парковочного пространства. Это не то, что запретить что-то и ничего не дать взамен. Абсолютно сложная по структуре, по пониманию вообще деятельность, потому что у нас город большой, у нас порядка 700 тысяч населения и количество автомобилей растет и не всегда, скажем так, хватает места. Что бы я хотел сказать для населения, что бы очень важно, мы работаем сейчас и живем постоянно изменяющимся, в том числе требованиям законодательства, федерального законодательства. Я хотел бы для себя готовиться к передаче. Записал определение Верховного суда номер АПЛ 18-40 от 1 ноября 2018 года. Что значит это определение для населения? Есть понятие категории гостевая стоянка. То есть возле многоквартирного дома понятно, что скопление автомобилей. И вот если человек, опять же повторюсь, это решение Верховного суда Российской Федерации, постоянно ставит и использует как стоянку для своего автомобиля, сейчас эта категория запрещена. Есть категория гостевая парковка, когда подъехал в магазин, мы исходим из этого. Сейчас принято 7 нормативных актов, где есть понимание запрета парковок возле многоквартирных домов, определенные требования, социальных объектов и так далее. Это касаемо запретительных мер. Второй момент. Все-таки, если запрещать парковку, необходимо где ее делать? Мы сейчас работаем над тем, чтобы есть участки местности, чтобы открыть цивилизованные парковочные места, именно парковки, чтобы налоги платили с этой парковки, чтобы обеспечена серьезная безопасность была для автомобилей и так далее. И третий момент. Мы работаем в направлении создания платного парковочного пространства. Это, допустим, центральные улицы, загруженные, где человек имеет возможность, цивилизованный способ посмотреть все это привязано в единое интернет-пространство. Есть ли свободные места, сколько это стоит. Ну, цивилизованный способ, скажем так, именно в этой деятельности. Поэтому, еще раз говорю, мы, изучив опыт, мы не делаем сейчас настолько резких движений, чтобы не вызвать недовольство населения. Будем объяснять, и каждый шаг, в целом, мы хотим согласовывать, чтобы население понимало, что это делается не просто так разово, или выгнали одних, придут другие. Нет. Принимаются нормативные акты, потому что, чтобы запретить, нужно проработать вопрос. Если запретил, необходимы санкции какие-то, чтобы можно было применить, потому что на сегодняшний день этого практически не было ничего на территории региона. Ну, и работа будет продолжаться. Конечно. Поверьте мне, это не просто так. Если законы приняты, они должны работать. И в целом, я считаю, что 2020 год будет очень важным и переломным моментом, когда будет понимание, что это, и как будет выстраиваться ситуация именно в Ульяновской области. город Ульяновск очень активно подключился. Здесь большое спасибо Сергею Сергеевичу Панчину, который тоже понимает проблему. Здесь в структуре администрации создается определенное подразделение, которое будет на постоянной основе заниматься именно этим вопросом, потому что на сегодняшний день такого подразделения не было. Оно небольшое по численности, но будет аккумулировать все эти проблемы, которые существуют у нас сейчас. Спасибо большое, Сергей Александрович. Ну и в завершении нашей передачи. Что бы хотели сказать нашим зрителям пожелания в новом 2020 году? Да, я искренне хотел бы пожелать всем жителям Ульяновской области, гостям Ульяновской области, чтобы в новом году было побольше положительных эмоций, чтобы все плохое осталось в 2019 году, если было здоровья, успехов, профессиональных успехов. И самое главное, хочу пожелать, чтобы вы каждый день чувствовали себя в безопасности и завтрашний день смотрели с уверенностью. Спасибо большое. Дорогие зрители, наша передача подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова